МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Необычные судьбы, уникальные возможности, невероятные факты. Люди, которые умеют удивлять реальная жизнь. Смотрите прямо сейчас. Он хотел быть путешественником, военным и диктором. Увлекался минералами. А сошлось все в одном – в растениях. Здесь их 20 тысяч видов со всех континентов Земли. Они, как доблестные воины с отличной выправкой, встречают гостей уже свыше 100 лет. Равили Резапов – их бессменный опекун и путеводитель уже более полувека. Хранитель самого летнего сада в самых северных широтах Казахстана. О, здравствуй, мой сад! Как ты целые сутки жил без меня? Как ты проночевал? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тропический рай Петропавловска? Как отучить кактус колодца? И при чем здесь тушенка? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он обходит свои владения. Здесь каждый уголок знаком ему, как пять пальцев. Многие из обитателей этого овечно-зеленого парка выросли на его глазах. Я целыми сутками здесь живу, как будто. Я скрип слышу этих растений. Разговоры их мелодичны. Кто-то чувствует себя хорошо, кто-то плохо. Директор ботанического сада. Он как отец родной. Вот и сейчас кого-то погладит, кого-то приобнимет, на кого-то пристально посмотрит, а кого-то и пожурит в воспитательных целях. Главное – не перегнуть палку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, если говорю, ты, гаденыш, такой, вот это то-то-то-то, ты того-то укусил, ты того-то сделал, он, естественно, все, сникает, 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 даже не взойдет. На днях ты, говорю, ты такой пакостный, зачем ты этого человека сделал-то? Он взял и обломился у меня. Вот он. Все. Я говорю, я к тебе больше так не буду обращаться. Ты уж извини меня, пожалуйста. Ну и все. Давай будем укореняться. И укореняются. Температурный режим, влажность, все, как в южных широтах. Только что потолки стеклянные, в 25 метров высотой. Это недавняя реконструкция. Здесь создан особый климат. В микрофон тихо звучит музыка. Под классическую, говорит хозяин, растения лучше приживаются. И вот эти мексиканские различные. Но самое главное, вечером мы заканчиваем для всех пальм, коран включаем. От того и плотность заселения здесь чрезвычайно велика. Нет ни одного свободного метра. Это уже сейчас. А сто лет назад первыми обитателями оазиса стала дюжина деревьев лавра благородного. Саженцы пряных растений привез из Петербурга полковник Ильхам Курапов. В тот же год приступивший к делу государственной важности. 1912 год. Петропавловск. Открывается мясоконсервный комбинат. Указ Николая II. Создать сад, огород, парник, школу, больницу, прачную. Вот так гласит указ 12-го года. Искольку одной печатью. Копию передали из Петербурга. А еще царь указал выращивать лук репчатые и пряности для консервов, чтобы из Индии и Греции не возить. Для чего надо было найти людей, знающих толк в растительных делах. Хороший работник в качестве премии получал Алтын. В начале 20-го века на него можно было купить полкилограмма хлеба. И поощрялся кесетом табака, который выращивали здесь же. Специальный глубокий парник. Лавровая рощица, ее искомное название, здравствует здесь по сей день. Лавровый лист, как ингредиент консерв, вот так, в общем-то, и зародилось. Вот это вот, все, весь ботанический сад. Лавровый лист В 2012 году отпраздновали вековой юбилей. Яств здесь столько, что можно и выпить, и закусить. Вот он, столетний экспонат. Мало этого, еще и как зацветет, как текила создадим. Вот из этих зеленых частей, если произойдет опыление, будут бананы. Бананы. И чешуйки все отпадут. Это съедобная форма. А то, что к нам привозят наши детки и я, и внуки наши, вот это вот кормовой банан. Вода, свет, тепло. Равиль Резапов вспоминает времена, когда этого не было. Разруха 90-х. Оранжерея, стоявшая на балансе завода, оказалась никому не нужна. Тепла нет, света нет. То, что костры жгли в оранжереи, черномазые мы ходили, как будто мы негритята. Тогда жертвами холода пали больше двух сотен растений. А вот лавровый лист, наоборот, впервые за сто лет расцвел. Такое бывает у растений. Говорят, от стресса. И как тут не позавидуешь. Эта финиковая пальма напрямую связана с древом рода Резаповых. Ее дата рождения – 1740 год. Она старше самого Петропавловска. Прапрадед, он был имамом, привез ее из Мекки. А точнее, принес косточку. Пешком еще ходили туда. Мекка и Медина, косточка была высажена. Сначала в горшочке, в кадушечке. Но потом была высажена дома, в мечети Дель-Мухаммад. Затем в подгорной Касимовской мечети, когда построили ее. Одна из первых сооружений в Казахстане. Кочевая жизнь закончилась. И теперь вот уже здесь дерево осело навеки. Его высота больше пятиэтажного дома. Правда, плодов не дает. Мэтр объяснил – это мужчина. Двудомный растений. Дамы не хватает. Для народов Ближнего Востока финиковая пальма – прототип древа жизни. Оно символизирует бессмертие и обновление. Плодами этого растения, согласно легендам, питались боги и первые люди. Подарить пальму – значит пожелать плодородия и процветания. Пальма Вашингтония Ничитая. Ее родина – север Мексики. Это тоже семейная реликвия Резаповых. Он называет ее «Победной». В составе старших офицеров его отец прошел победным маршем возле Бранденбургских ворот в Берлине. Старшим офицерам были вручены небольшие пальмы. И вот эта пальма была у меня, в моей семье. В среднем пальмы живут около 200 лет, но есть и тропические долгожители – 500 лет. И еще одна финиковая пальма – ровесница независимости Казахстана. Это знаменательный экспонат уже новейшей казахстанской истории, вписанной в летопись ботанического сада. Именное дерево первого президента республики. Вот и памятная табличка. Из мягки и медины получена небольшая косточка. Это растение проросло и дало новую жизнь новому прекрасному растению. А это подарок от кубинского товарища Кастро. Пандероза – гибрид лимона и грейпфрута. Для Равиля Рязапова это часть его советского детства со взрослой миссией. В составе дружественных делегаций юнатов он объездил многие страны. Вместо сувениров привозил семена, саженцы и черенки. Рауль Кастро – это министр сельского хозяйства. Вручил, он говорит, я среди юных пионеров Советского Союза встретил, хотел увидеть, где же мой тезка. Рауль – это мое имя звучит на международном уровне. Как настоящий гид, судьбу почти всех растений он связывает с историческими событиями. В составе контингента советских войск он был во Вьетнаме. Оттуда и привез вот этот экспонат. Банан – травянистое растение, трава банана. Вот огромные вот такие джунгли, состоящие из тропических трав, как банан. Сейчас вы видите сведения и маленькие-маленькие бананчики. Вот такой необычный диковинный растение для нас, для севера, для сибирских условий. Банан – одно из древнейших растений на Земле. Считается, что формироваться начал 50 миллионов лет назад. Бананы бывают зеленые, желтые и даже красные. В природных условиях она еще выше. Это было спасением для миллионов мирных жителей Вьетнама. В банановых зарослях они дожидались прихода советских войск во времена американской экспансии. Ну, как любитель, как ботаник, как меня обычно называли, значит, был там. И не привезти небольшой растенице. О, боже, это было 18 мест, 18 вещевых мешков. Ну, я небольшой там, вшивенький лейтенантик. Ну, естественно, рядом со мной были люди. И я, чтоб не привез, ну, как же так. Стрелиция. Он не может сдержать восторга. Говорит, что это мечта небывалая. Когда нет слов описать, а чувства переполняют. Такой красоты цветок. Он похож на райскую птицу. И Резапову мог бы позавидовать сам Петр Первый. Стрелиция королевская, по-другому райская птица. Диковинный подарок доставили Петру Первому специально для аптекарского сада. Но самодержец так и не увидел ее цветущей. В Южной Африке, откуда родом это растение, есть легенда. Когда распускаются цветы стрелицей, из бутона вылетают волшебные стрелы. Они пронзают сердца влюбленных, и любовь не заканчивается никогда. Он зацвел впервые за 20 лет. Южно-африканское растение, эмблема Одисабебы. В коллекцию Резапова попала совершенно случайно. Бывший банковский работник, навсегда уезжая за границу, пристроила своего зеленого любимца в надежные руки. Росло, 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 и вдруг вот тебе она зимой. Вот зацвело. Ждем еще вот тут цветочек, еще один, и вот еще один будет цветочек. И еще суккуленты, кактусы. Их в оранжереи порядка пяти тысяч. Любимый, с самого детства увлекаюсь. Делаю горки. Вот эти все кактусы потом выходят на улицу. Араукария, калифорнийская, мексиканская агава, кубинский лимон, вьетнамский папоротник благополучно соседствуют многие лета. Их корни сплелись между собой и стали частью жизни Равиля Резапова. И даже смыслом. Здесь и у времени другой отчет. Вот это лист. Это следы от листов. Вот еще один год. Еще один год. В Петропавловском тропическом саду он с 12 лет начинал простым рабочим. Его отец военный поощрял увлечение сына Флорой. Равиля даже в школе ботаником называли. С тех пор он только подкрепляет совсем не обидное прозвище. Минералами я начал увлекаться. Путешествия, минералы. Все, я везде, везде, везде хотел быть. У меня первая книга, да даже, «Путешествия с домашними растениями Верзилова». Вот первая книга, которую я прочитал на русском языке. Я долгое время русского языка-то не знал. Это увлечение давно уже стало семейным делом. Сын, супруга тоже работают на плантациях. И цветущий сад платит щедро. Вот человек увидел это все, обрадовался и, что говорит, спасибо вам. Субтитры создавал DimaTorzok